приветствую вас на моем канале дорогие друзья мы снова на кухне художника но в этот раз мы говорим не об искусстве не о том как смешивать краски о том как готовить вкусные блюда и сегодня мы займемся выпечкой а именно сделаем слойки с лимоном и финиками я в данном случае использую уже готовое слоёно-дрожьевое тесто которое было заморожено лежала в холодильнике потом часа полтора она размораживается поднимается и когда вы видите что она уже стала пышным приходит время заняться непосредственно выпечкой если вы смотрели уже до этого мои ролики и видели как я делаю пирог с капустой ссылочка будет вот здесь вот наверху то скажу что тут мы не раскатываем слойки они должны быть пышными это тесто мы будем просто надрезать чтобы положить туда начинку для пирога я люблю тонкое тесто а для слоя конечно желательно чтобы они были пышными объемными и поэтому лишний раз раскатывать мы его не будем ну вот я на такие небольшие квадратики прямоугольнички режу тесто формы может быть любой как нравится треугольники квадраты это будут слойки с лимоном лимон я целиком с цедрой перемалываю добавляю сахар и раскладываю в банке когда он поставит в банках вот я даже вы видели банку держала кверху дну он становится такой густой и даже не льется я думаю что это благодаря именно цедре цедре лимона цедре и вот вот этой знаете прослочкой такой которая есть в лимоне между непосредственно дольками и цедры да такая вот губочка далее я надрезаю и туда кладу немного начинки в пирогах я люблю начинки побольше а в слойках в общем-то достаточно небольшое количество вот так сначала я пыталась ножом а потом решила что удобнее ножницами и я прямо вот надрезают эти стану очень нежные и надо аккуратненько положить туда начинку обычно чайной ложечки достаточно и потом вот так вот заклеим если немножко начинка потом будет выглядывать ничего страшного в данном случае прямо наглухо склеить эти слойки смысла особого нет принципе иногда делают слойки вы знаете когда начинка идет прямо сверху ну я решила вот так попробовать их запечатать ну все достаточно просто и понятно начинка может быть фактически любая какая есть под рукой можно туда было положить например кусочек яблочко груши или какие там еще бывает у нас сейчас магазина фрукты я думаю все вполне подойдет ну вот эта партия такая получилась с лимончиком запечатали и отправляем в духовочку пока одна партия будет готовиться мы займемся другой партии ну вот если я обычно покупаю вот это уже пошла вторая партия то есть один пластик у нас идет на вот и такие стандартные пласты кажется там полкило теста когда идет два пласта если на пирог это получается закрытый пирог вверх и низ если же что-то открытое то вполне себе или вот слойки до может хватить и одного пласта то есть если вы конечно раскатаете то пирог это будет больше объем а если вот так слойки не раскатывать то они конечно будут не такое большое количество можно правда нарезать побольше и сделать небольшие слойки тут все по настроению по желанию я теперь пробую срезать с угла знаете я это на самом деле не подсматривала как это резать просто думал как бы так вот это все интересно надрезать и прямо тут по ходу дела соображая хотя я даже видела ролик когда целое искусство вообще что делается какие делают красивые фигуры из теста но это надо еще освоить у насколько я понимаю в слоеном тесте много что в итоге деформируется а вот в тесте например каком-то дрожжевом да там можно прямо какие-то такие скульптурные композиции создавать очень интересные но решила я что с угла удобнее ну может быть может быть можно кстати было сделать такие треугольнички интересные следующий раз попробуем как она получается муки получается достаточно легкие и вот этот вот так скажем не знаю назвать джем лимоновый да или как но это не проварено это просто сырое перетертая с сахаром лимон целиком он достаточно вот он почему-то как-то не кажется таким кислым если взять дольку лимона не только за счет сахара а именно когда вот эта цедра все потом себя впитывает и как-то он очень легко если как обычное варенье и совсем не кажется кислым и не растекается что важно потому что слоеное тесто восприимчиво к таким продуктом которые чересчур его увлажняют она может как бы отсыревать и следующая наша партия это уже будут слоечки с финиками финики конечно и сами по себе прекрасные можно и вполне себе есть при вкуску без того чтобы делать тех начинкой ну не знаю вот опять же пришла такая идея я решила попробовать как они себя будут вести именно в начинке по такому принципу я же решила эти сделать слоечки сделать кармашек и туда каждый кармашек отдельно положить финик ну далее эту несложную операцию надо повторить энное количество раз я финики очень люблю и стараюсь последнее время даже употреблять их ну так скажем вместо конфет и сладкого пожалуй осталось остался только шоколад а в общем-то конфеты уже давно не покупаю насколько я поняла из информации которые сейчас много в интернете финик очень полезная ягода ягоды это или фрукт не знаю ягоды скорее всего да с косточкой или все же фрукт надо посмотреть и считается что съедая несколько ягод в день вы укрепляете свое здоровье и это благотворно влияет на многие системы организма человека как я поняла при выпечке финики как бы не размягчаются совсем то есть они особо после тепловой обработки и не изменяются я думала они как-то растекутся превратятся в какую-то размазню нет они фактически сохраняют свою структуру поэтому это просто можно учитывать может быть даже их можно делать сочетание с чем-то может быть из них можно даже сделать какую-то пасту такую интересную из фиников это надо еще пофантазировать ну или посмотреть в интернете кто их как использует но я думаю как правило все равно их народ есть просто так сами по себе выбирая финики еще важно брать стараться такие финики которые не вымочены в сахаре для этого тоже нужен определенный так скажем навык потому что есть такая система когда их вымачивают сахаре они становятся очень мягкими и казалось бы вот эта мягкость вроде как плюс на самом деле нет это лишний сахар которые самим фиником не свойственен как бы дополнительный и собственно как раз этого лучше избегать финик должен быть в меру суховат не липкий ну и не крошится это значит уже продукт возможно не совсем свежий далее на листе пергаметного я выкладываю это все на противень как вы видите вообще без масла в тесте в этом уже достаточно масло которое будет она выделять и никаких дополнительных если тем более на бумаге лежит никаких дополнительных смазок не требуется собственно и все науки особо здесь сложный нет далее это отправляется в доктор разогретую духовку градусов на 180 и мы можем наблюдать как наши замечательные слоечки поднимаются становится пышными и главное вовремя потом их вытащить когда они под золотятся в данном случае не помню смазывала я их лично яйцом сверху сбитым или нет кажется нет решила попробовать сделать без этого они получаются такие более белесые матовые а если конечно вы сможете сверху яичко они будут более золотистые и гладкие что пожалуй наверное было бы симпатичнее но не является абсолютно обязательной частью например их можно посыпать для красоты и сахарной пудрой и но это опять же на любителя я лишний раз сахара сыпать не люблю мне кажется и так все красиво и замечательно надеюсь кому-то эта идея покажется полезной дорогие друзья следующий раз мы будем печь пирожок с лимоном кому интересно подписывайтесь буду рада снова видеть вас на моем канале и напомню что я художник у меня несколько каналов посвященных 1 отдельный из канала стекли отдельно канал с уроками и даже сам канал посвящена моей собаки но это уже для собачников как говорится истории есть канал артэванс где я снимаю выставки по поездки интерьер с художниками поэтому выбирайте любую тему как интересно и увидимся с вами снова спасибо за просмотр всего аппетита до новых встреч с вами была светлана романова